Ведомство Лаврова уже дважды, 27 марта и 3 апреля, вносило в ООН резолюции о снятии санкций с РФ в связи с пандемией гриппа. Оба раза Москве отказывали и 25 апреля. Лавров от такой безнадёги и отчаяния заявил в программе «Большая игра» на телеканале «Россия-1», что некие старшие товарищи в Евросоюзе и в НАТО запрещают всем остальным странам получать помощь от РФ для борьбы с коронавирусом. В качестве примера Лавров сослался на случай, якобы имевший место. Якобы один из старейших и ведущих футбольных клубов Европы обратился к некоему российскому фонду за разрешением купить какие-то элементарные вещи. Фонд разрешил, но клуб вскоре отказался от покупки, мотивируя тем, что правительство запретило её по указанию от старших стран. Лавров закончил свой пассаж призывом ко всем странам не бояться старших товарищей, а смело, как Италия, просить и получать помощь от России. В результате спич Лаврова стал смесью из анонса «Большого аттракциона невиданной щедрости» и рекламы метода быстрого превращения стран Европы в новые субъекты РФ. Как может работать этот метод, более детально за пару дней до спича Лаврова рассказал профессор Соловей, оперируя, как обычно, данными своего эксклюзивного источника в Кремле. Заодно профессор рассекретил этот источник и сообщил о давнем существовании в Москве закрытого клуба любителей философии стоиков. Помимо профессора в этот клуб вхожи также люди из Кремля и обсуждают там не только тексты древнегреческих философов. Такая себе нормальная для России масонская ложа в духе первого общества «Зеленой лампы» 1819-20-х годов из сановников и военных будущих декабристов. Позже эмигранты в Париже создали второе общество «Зеленой лампы», просуществовавшее с 1927 по 1939 год. При вечном отсутствии на России прозрачной и публичной политической деятельности в ней всегда были, есть и будут всевозможные тайны и закрытые общества полумасонского типа. В том числе масонские ложи по борьбе с масонами и жидомасонами. Были они и в СССР. В частности, из них в перестройку составилось общество «Память» для борьбы с евреями, которые опять захватили Кремль, а заодно и националистами, которые хотят растащить Россию на куски или по национальным квартирам. Две вечные проблемы России. Помимо дураков и дорог, это евреи, которые хотят захватить управление ею, и националисты, которые хотят ее развалить на зло русским людям и евреям. Финансирует тех и других ЦРУ, которая работает четко по плану Аллена Даллеса, утвержденному еще до создания ЦРУ на собрании сионских мудрецов. В модели этой парадигмы на России живут уже 150 лет, разрываясь между заговорами сионистов и националистов, с которыми борются методом контрзаговоров. Поэтому неудивительно, что РФ – единственная территория на планете, где все поведены на теории заговоров и конспирологии. По этой же причине слово «конспирология» в РФ объявлено бранным по принципу «на их плохой заговор ответим нашим хорошим заговором». Это как на их плохие цветные революции, которые в СССР называли контрреволюционными капиталистическими переворотами, ответим хорошими социалистическими революциями. А русской весной – на арабскую весну. На уровне теории анализ извращений российской ментальности занятие по-своему увлекательное. В извращениях на России действительно знают толк. На уровне практики все не так занимательно и даже печально. Профессор Соловей рисует со ссылкой на клуб любителей философии стойков схему ввода в Украину и Беларусь вирусологов из РФ в сопровождении какой-нибудь Таманской дивизии. Профессор не сообщает, кто именно в Украине или в Беларуси готов пригласить вирусологов из РФ, но его уточняет Лавров, указав для примера на некий авторитетный футбольный клуб в одной из стран Европы. В случае Украины кандидат номер один в просителе о вводе вирусологов – это так называемая Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Прежде всего – монастырские общины трех лавр – Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской. В последний на Пасху вообще грубо проигнорировали карантинные меры не только от правительства Украины, но и запрет их духовного и административного владыки-патриарха Кирилла на массовые службы всей РПЦ. В РФ его местные иерархи в целом исполнили, хотя были и те, кого назначили ропщущими для поддержки имиджа церкви и создания фона под провокации в Украине. В отношении Украины был двойной расчет – если полиция начнет пасхальные службы и крестные ходы разгонять, то Кремль получит желанную картину – верующих бьют, надо срочно вводить вирусологов. Если этого не произойдет, то тоже неплохо – украинцы в церквях сами себя перезаражают, и чем больше их умрет, тем лучше. Особенно в селах Волыни и Подолья, где большинство людей твердо признает Россию страной-агрессором. Признавать они признают, но в селах других храмов, кроме РПЦ в Украине, просто нет, в силу исторической несправедливости. Возникла она в перестройку, когда храмы стали возвращать церкви. Разумеется, РПЦ, поскольку другие национальные православные церкви в стране атеистов были запрещены и репрессированы как неканоничные. По этой причине даже греко-католикам пришлось в 1980-е сначала регистрироваться как новой общиной РПЦ, чтобы вернуть свои храмы. Лишь после объявления независимости Украины они смогли начать локальные революции и изгнать из них московских попов-оккупантов. На этой волне перестройки коммунисты отдали РПЦ в держание Киево-Печерский и другие знаковые монастыри, чем сотворили не первую за их историю несправедливость. РПЦ продолжает оккупировать их до сих пор. Зеленский может сколько угодно обзывать Тома с термосом, но проблема оккупации церковным отделом ФСБ украинских храмов от этого никуда не девается. В Израиле за такое жонглирование, словами Зеленскому, могли бы сделать обрезание по полной, вплоть до лишения гражданства. Хасиды и другие страстно верующие точно превратили бы его дом в осажденную крепость и вынудили бы покинуть страну. В Украине православные всех конфессий избрали его президентом, но профессиональным извращенцам из России это не помешало и после. Ныть об ущемлении в Украине прав верующих. Поскольку на Пасху только морфилатов грозил РПЦ в Днепре с нисхождением на нее отнюдь неблагодатного огня, а полиция ни одного попа не оштрафовала за нарушение карантина, то желаемой картинки не получилось. В результате попам РПЦ пришлось скромно поработать только разносчиками вируса, коим оказались богаты их общины в монастырях. Для Киева-Печерской общины РПЦ вирус стал просто-таки божьей карой за уничтоженной ею в 2013 году инфекционной больницы с благословения Януковича и его чиновников из Минздрава. Но небо не ограничилось только вирусом и наслало на данную заблудшую общину еще и кары правительственные от Украины и Московии. Вопреки поверью, что каждый еврей такой же умный человек, как Коломойский, который может продать государству банк и вывезти из него ночью деньги, а потом нудно судиться и требовать еще денег, Зеленский не из таких. Томас или Термос. На проблему коронавируса, а заодно и оккупации Печерской лавры, решать надо. А мудрые советники ничего другого не насоветовали, как вывезти больную братью куда-нибудь из Киева на карантин. Новые санжары уже не предлагали. Одновременно из Москвы заявили о желании прислать в Киево-Печерский монастырь гум-конвой с вирусологами в духе профессора Соловья. Тем более, что братья уже начала везде писать, «У нас нет денег на лечение, пришлите, пожалуйста, кто сколько сможет». Ибо молитвы не помогают, а настоятель по прозвищу Паша Мерседес продать крутую тачку и купить всей братьи корни имбиря и лимонов принципиально не желает. В результате акции сбора денег на лечение себя братья Киева-Печерской лавры попало в фокус внимания Банковой и Кремля. А те предложили ей не деньги, а полное решение всех ее земных проблем, каждый на свой лад и с дальним прицелом. От такого внимания к себе братья мгновенно выздоровела, о чем 26 апреля и сообщил митрополит Климент, пресс-секретарю ПЦМП. Там обожают русский мир и молятся за него, но доподлинно знают, если этот мир придет в лавру, то камня на камне в ней не останется. Братья ее начальства хотели лишь срубить денег на коронавирусе, а не поучаствовать в большой игре Лаврова. Когда братья поняла, во что вляпалась, то дала задний ход. Нищей, как церковная мышь, братьи, есть что терять, в отличие от тех, кто за мзду малую готов все взрывать и поджигать в Украине, лишь бы устроить тут апокалипсис, а потом свалить с паспортом РФ, как плотницкий. Поскольку братье есть что терять, а обрести она может только за штатный приход за Уралом, то из окружения Зеленского ей уже неофициально прямо сообщили. Или вы завязываете с ФСБшным прошлым и разведывательно-диверсионной деятельностью и займетесь делами небесными в составе ПЦУ, или будет вам термос. Братья пока думают и будем надеяться, что этот процесс у нее не затянется, как самоизоляция на России. Кремлевским затянуть самоизоляцию на России выгодно по ряду причин. Путин уже 29 апреля известил, что на России нерабочие дни будут, как в Украине, до 11 мая, но без объявления чрезвычайной ситуации. Без Украины на России уже и шагу не могут сделать, даже если не упоминают ее. Причина не только в надежде на создание модели с приглашением вирусологов из РФ в Украину и Беларусь по схемам Соловья и Лаврова. Эти схемы ближе к обычным кремлевским мечтаниям, чем к реальности. Профессору Соловью вообще не повезло. Он категорически обещал вторжение войск РФ в Украину, Беларусь или Прибалтику до 10 марта, когда в Гааге начнут слушание о сбитом малазийском самолете. Но не случилось. Поскольку профессор не может ошибаться, то пришлось поделиться мечтами из клуба поклонников философии стоиков. В затягивание самоизоляции в РФ позволит Лаврову продолжить ныть в ООН об отмене санкций против нее за оккупацию Крыма. Если две попытки были неудачными, то это не повод их больше не делать. Особенно, когда пандемия везде закончится, а на России она продолжит бушевать. На России статистика по просьбе заказчика может нарисовать рост или падение всему, что нужно, но ушлый Запад этим не проведешь. Придется что-то реально делать. Например, распространить московские коды с правом выйти на улицу на всю РФ. В этом мечты Кремля будут совпадать с требованиями ООН предъявить пандемию и меры по борьбе с ней. В результате тренд на затягивание самоизоляции в РФ имеет как внешние, так и внутренние политические причины. Почти по классике, когда внешняя политика является продолжением внутренней. Прежде всего, усиление полицейского контроля за населением для кремлевских крайне важно в тот момент, когда они выбирают дату отправки Путина в рай и решают, кем и чем его заменить. А страшные чукотские, якутские и другие националисты поднимают голову и встают с колен. Коды и самоизоляция вроде как гарантируют – никто никуда не выйдет, не встанет. И смена караула в Кремле пройдет без творческого участия в ней всяких масс. Но больше, чем бурятские националисты, Кремль по опыту украинских майданов беспокоит самозанятое, которое марксисты презрительно называли мелкой буржуазией. Как извести их, а не нормальную буржуазию под корень – это самая сложная задача в марксизме. Над ней бились Ленин, Троцкий, Бухарин и Сталин. Крестьянство посильно извели, но даже Брежнев не смог согнать всех городских сапожников в одну артель и посадить всех розничных торговцев как спекулянтов. Сейчас коронавирус и полиция помогают торговым сетям съедать опасный мелкий и средний бизнес вплоть до леди, торгующих зеленью и яблоками со своей дачи. Чем дольше продлится самоизоляция, тем больше бизнесов разорится или перейдет к государству. После этого «Здравствуй, СССР», где большинство людей работало на государство за светлое будущее, а некоторые за коммунизм для себя здесь и сейчас. Оба эти тренда и поднимающие голову националисты очень веские аргументы, чтобы продлить самоизоляцию до дня кончины Путина и на недельку после него. После него уже не Лавров, а кто-то другой будет ныть в ООН о снятии санкций, поскольку Россия начинает исправляться и изучает вопрос, как Крым вернуть Украине. Но пока ноет извращенец Лавров и кивает на пандемию. Лавров – извращенец, поскольку запрета на продажу в РФ продуктов и лекарств никто не вводил. Его на России сами на себя наложили. Злой Запад не может отменить то, чего не вводил. А без новых технологий и оборудования для бурения россияне не умрут. Трубоукладчик из Владивостока уже в апреле должен был дойти до Балтики и завершить укладку Северного потока-2, бодро сделанную швейцарцами, пока поляки не конфисковали его за долги. Есть подозрения, что Лавров, хоть и извращенец, однако не верит не только в схемы с приглашением футбольных клубов или монастырем дивизии вирусологов из РФ, но и в полезность пандемии для снятия санкций. У него более прозаичная миссия – раздать на Западе побольше взяток тем лицам, которые после Путина замолвят словечко за РФ в ООН, наработать имидж «Россия – щедрая душа» и просто что-то продать с откатом для себя. Лавров уже готовит почву для сменщика и собирает копеечку себе на старость. Есть и сугубо крымский аспект для продления пандемии на России. В Москве боятся, что Украина может применить марокканскую схему для возврата Крыма. Это опасение ей внушил лидер крымских татар Мустафа Джамилев, анонсировав на 3 мая мирный поход гражданских лиц в Крым. Марокканцы посредством трех таких походов заняли Западную Сахару. Заявленный Джамилевым поход явно уже не состоится из-за пандемии, но никто не обещал, что он не состоится после ее окончания. У Москвы есть только один способ не допустить похода Джамилева – продлить пандемию на России и особенно в Крыму. Так что у кремлевских много причин, чтобы потянуть пандемию на России и погрузить ее в глубокую самоизоляцию. Редактор субтитров А.Семкин